Я утверждаю, что до 2011 года в России первой помощи не существовало. Была первая медицинская, доврачебная и так далее. Вот сейчас на форуме, сегодня где-то там я заглянул, про вот этот курс, который здесь, и там неправильно написано первая доврачебная. Это неправильно. Первая помощь. Всех остальных это неправильно. С выходом федерального закона 323-го стало четко прописано для всех ведомств одно единое понятие. Люди без медицинского образования могут оказывать первую помощь. Как только появляется слово медицина, это значит должно быть медицинское образование. Раз у нас нет медицинского образования, значит медицина это не наше в принципе. Ну и на этот закон, потом вышел 477 приказ, он переиздавался еще несколько раз, где перечислены ситуации, когда надо бы что-то делать с пострадавшим, и состояние пострадавших, в которых мы можем вмешиваться и что-то с пострадавшим делать, и это будет в рамках закона. Опять же, когда мы говорим о законе, это де-юро. Де-факто все по-другому. И вот де-юро все вы умеете оказывать первую помощь. Все люди вот там на улице умеют оказывать первую помощь. В школу ходили, предметы ОБЖ, БЖД кому-то знакомы, может кому-то НВП знакомы. Так вот так, там треть вот этого блока учебного, это первая помощь. У вас диплом об образовании, в котором сказано, что вы учебную программу усвоили. Поэтому де-юро вы все обучены. И в законе сказано, что все имеют право оказывать первую помощь, кто обучен. Следовательно, вы можете. Вперед. Второй вариант, кто-то говорит, я не учился, но вы идете на работу, зарабатываете каких-то денег. Работодатель вам дает работу, но он вас может допустить к рабочему месту только после того, когда вы пройдете охрану труда. Охрана труда это всегда электробезопасность, это всегда пожарная безопасность и первая помощь на рабочем месте. Это документы, по которым говорится, что вы точно это умеете. Убедил? Чем отличается первая помощь от слова медицины, появляющейся? Первая помощь это тогда, когда мы не вмешиваемся в жизнедеятельность организма. Задача врачей это, собственно говоря, быть волшебниками. То есть задача врача, это к вам, к врачу пришел больной человек, врач над ним поколдовал, неважно, порошками или чем-то еще. И от врача через время вышел здоровый человек. То есть врач творит чудо. Вот это понятно? А первая помощь, она на это в принципе не способна. Задача первой помощи сделать так, чтобы этот пострадавший попал к врачам и с ним могли сотворить волшебство. Беда первой помощи в том, что пишут протокол врачи. Врачи должны лечить, учителя должны учить. Странный постулат. Когда врачи учат, это часто печально. Я не говорю всегда, я говорю часто. При этом печаль в том, что врачей это узконаправленные, высококвалифицированные специалисты. Каждый в своей области. И в первой помощи, увы, нету специалистов. Практически я еще не встретил ни одного врача. Вот я не встретил, хотя общался со многими, врача. И банально не потому, что это не очень правильные люди. Просто они по-другому мыслят. Они мыслят как волшебники. Они мыслят как из этого больного сделать здорового человека. Вся медицинская помощь строится от диагноза. Самое главное. И учат врачей главному. Это поставить правильный диагноз. Ну то есть распознать, что же нужно лечить. Когда вы находитесь на улице. Любой врач, который шел по улице. Он может заподозрить, что что-то произошло. Но диагноз он поставить не может. Диагноз может быть поставлен только по результатам обследования. И получается картинка, что от диагноза в принципе протоколы первой помощи не работают. Первая помощь это состояние и ситуация. А врачебная это диагноз и лечение. Ну и отсюда тогда вопрос к вам. Врач, который на улице попал в ситуацию. Неважно, в метро упал человек, ему плохо. Идут люди, вы там проходите мимо. Стандарт, все кричат врача, врача, сюда врача. Пришел врач. Вопрос к вам. Врач что-то может сделать такое, чего не можете вы? В другой ситуации нет. Еще версию. Не запаниковать. А вы? Ну, мало ли. Еще раз. Вы можете не запаниковать? А я не знаю. Подожди, а это другая история. Но при этом можете. Сделать внутривенное. Ничего он не может сделать ни внутренневенное, ни невнутренневенное. Хотя бы потому, что врач идет в соседнюю булочную, но у него в кармане 100 рублей. У него нет ничего с собой, что делать внутривенно или невенно. Так же, как и у вас. Понимаем, нет? Так вот, первая помощь. Машина с аптечкой. А? Машина с аптечкой. А где у вас машина, а где вы? Я на машину. Вот я вот говорю про метро, да, в частности, чтобы понять. И так чаще всего и бывает. Но, тем не менее, получилось понять, вот, в чем отличие и в чем сходство. В чем мы равны с врачами. Когда происходит чрезвычайная ситуация для нас, для каждого из нас. Это не ситуация, которую мы ждем. Для нас чрезвычайная ситуация, это когда я к чему-то сейчас не готов. Нежданчик. А оно прилетело. И вот, вот, понятие вот это чрезвычайная ситуация, оно самое важное в первой помощи. И когда мы говорим о первой помощи, самое главное, это изначально разобраться с ситуацией. А уже потом все остальное. Ну и часто люди спрашивают, накажут или нет, когда мы оказываем первую помощь. Вообще, в принципе, правильно или неправильно лезть и оказывать первую помощь. Ну, во-первых, нужно знать, что во всех странах свои законы, и прежде чем лезть в какой-то стране куда-то, надо понимать, что за этим последует. Опять же, мы возвращаемся к тому, что чтобы что-то делать, нужно понимать. А вы понимаете ситуацию или нет? Если вы ситуацию понимаете, идите и делайте. Ну, чтобы такая зарисовка, грубо говоря, в каких-нибудь Арабских Эмиратах, там идет девушка вся из себя вот в таком этом, балахоне. И вдруг она упала, типа сознание потеряла. Вы к ней полезете туда, значит, зная, что надо делать. Откройте Ильичика. Что дальше будет с вами? Кто его знает? Я не знаю, но я предполагаю, что хорошего ничего не будет. Понимаем, нет о чем я? Поэтому в разных странах оно немножко по-своему, по-разному. Мы будем говорить в основном про Россию, и тем не менее, все люди во всем мире устроены одинаково, и из того, что нужно делать с пострадавшими, везде одинаково. Вот я имею в виду, чтобы спасать. У нас в России нужно знать два основных закона, на которые стоит опираться, когда вы пытаетесь оказывать первую помощь, даже если вы не уверены. Крайняя необходимость. Статья 39 Уголовного кодекса. Крайняя необходимость, она нам говорит о том, что вы можете творить какое-то зло, предотвращая более крупное зло. Самая банальная зарисовка. Вот, по-моему, в прошлом году в газетах писали в очередных, там, подъехал мусоровоз грузить мусор рано утром. На первом этаже загорелась квартира, то есть первый этаж, пламя, решетки, как обычно, на первых этажах металлические, за стеклом, значит, барышня с ребенком, ну и, собственно, Алиса. Этот мужик, значит, на мусоровозе тросом зацепил эту решетку, вырвал окно, вырвал решетку, спас маму с ребенком. Интересный момент. Вот вырвать окно с решеткой, это преступление? Еще раз, это преступление. Но в данной конкретной ситуации, статья 39. Суть, понимаем, нет ее значения. То есть, поэтому вот, ну, опять же, если ты понимаешь, что ты осознанно это делаешь, понимаешь, почему, в общем-то, легче принимать решение. По 39, понятно? И статья 109. Причинение смерти по неосторожности. Тоже уголовный кодекс. Здесь другая история. Как только появляется, ну, вообще, нужно понимать, что люди умирают не от того, что им помогают или не помогают. Люди чаще всего умирают от травм несовместимых жизней. Вот вы спасали такого человека, он у вас на руках умер. Посадят, не посадят. Здесь нужно понимать, что вот есть разъяснение в консультант плюс к 109 статье, если вы неправильно что-то делали, но при этом у вас не было другого варианта знаний, что что-то может помочь, уголовная ответственность не наступает. Опять же, нужно понимать, что следственный комитет будет выяснять, потому что уголовное дело открывается автоматически, как только есть труп. Вот сразу. И потом следователи опрашивают всех, кто что делал, почему делал. И если следователь, задавая вопрос и так, и эдак, и вот так, получает однозначный ответ, что я это делал, потому что я других шансов его спасать у меня не было, не знал, не понимал и не мог, то уголовная ответственность не наступает, даже если вы действовали неправильно. Но очень важно понимать, что вот эти обе статьи говорят, что вы четко понимаете, что вы делаете и почему. Что за этим последует? По законам еще есть какие-то вопросы? Потому что я только два закона сказал, обычно прилетает... Ну, 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 кто смелый? Оставление в опасности? Конечно, ну, конечно. Что же делать? Оставление в опасности накажут, не накажут? Ребят, оставление в опасности, это только тогда, когда вы обязаны нести ответственность за этого человека. Ваши детки недееспособные, ваши престарелые родители недееспособные, все остальные люди вокруг вас, вы имеете право. Так вот, если вы позвонили, вы свой долг выполнили. И самаритянина, и в принципе, как долг оказания первой помощи. Никто к вам ничего, никаких претензий предъявить не может. По законам, все понятно? Вопрос к вам. Я, папаня, у меня есть малышок, мы идем в детский садик, у него утренник и насморк. Ну, представим, докладочка вышла. И я такой весь из себя, знаю, вот в аптечном киоске есть пшикалка. Я зашел, купил эту пшикалку, в носик ему пшик-пшик, насморк отступил, утренник на ура, ребенок счастлив, я, в общем-то, тоже. Нормальная картина? Да. Вопрос, вопрос. Первая помощь или медицинская? Медицинская. Все так считают? Первая. Так, так, так. Давайте разбираться, почему первая? Ну, это, мне кажется, с автоматикой, это никак не влияет на... У меня есть клевая подруга, в Яндексе долго и работала, так вот у нее был насморк, она шла на переговоры, зашла в аптечный киоск, что-то купила, чтобы пшикнуть, через трое суток очнулась в реанимации. Прям вот, имя, фамилия даже, ну, говорю, это реальный, абсолютный случай. Никто не отменял. Ну, аллергическая реакция. Никто не отменял. Банан могла съесть. Мало того, все то, что... Не, ребят, то, что мы вдыхаем, действует гораздо быстрее, чем то, что мы съели. Поэтому очень запросто. Итак, препарат, это точно медицина. Но, с другой стороны, кто сказал, что это медицинская помощь? Вопрос, почему вы так решили? Потому что это влияет непосредственно на... А теперь, если вы слушали меня внимательно, моими словами скажите, почему это медицинская помощь? Потому что в отверстие. Потому что в дырочку полезли. И вот, ребята, поймите, чем проще вы понимаете то, что происходит, и не ставите себе лишних выводов, то есть не даете мозгу просчитать на пять шагов вперед и взять как руководство, тем вы четче реагируете на происходящее. Вы уже полезли в дырочку, и это непонятно, чем закончится. Так, понятно? Спасибо. По законам, закончили. Итак, что же такое первая помощь? Не на ту кнопочку нажал. Когда мы говорим первая помощь, что мы можем сделать? Действие. Из всего, что мы выяснили. Итак. Посмотреть. Посмотрели, сообщали, вызвали. Главное наше действие вызвать. Вызвать. И это круто. При этом идет бабушка по улице, вот перешла, вот здесь пешеходный переход, у нее два пакета яблок, она вот сюда на тротуар подошла, вот около лесенки. Что-то ножки у нее запутались, она завалилась. Что можем с бабушкой? Помочь подняться. Помочь, то есть вот когда мы говорим первая помощь, только не подняться. Еще раз, не подняться, а помочь. И очень часто, бабуля, что яблоки рассыпалась, на свои яблочки, все, кубок, дальше, то есть, понимаем, поднимать-то не надо. Но наше нормальное стремление, это помочь. О, а теперь внимание, вы не будете спасать своих детей и своих родителей, если пункт один останется пустым. Заметьте. Мы все проговорили, вызвать и помочь. Это главное, что вы должны в первой помощи. Нет, главное вот там, пункт один. Ваша задача, что вы должны в первую очередь, более четко, более жестко, пожалуйста, к себе отнеситесь. Вы должны в первую очередь выжить. Правильный ответ. Вы должны выжить. Как в самолете. Да, как в самолете. Одень маску себе, тогда ты сможешь спасти ребенка. Если ты этого не сделаешь, ты никого спасать не будешь. Посмотрите, маленькое вот такое кино. Все, дальше. Дальше дискотека, танцы. Все хорошо. Позитивно? Да. Позитивно. Я попробую его постараться, постараюсь быстро разобрать. Потому что обычно на курсах я это делаю дольше и понятнее, и доходчивее. Но, народ, смотрите, вот папа, он же бежит спасать детей. Да. Я отвечаю за вас. Папа не спасает своих детей. Он не спасает своих детей. Согласны? А теперь внимание. Я обычно всех спрашиваю, почему папа не спасает своих детей? И слышу кучу ответов. Торопился, бежал. Ребята, нет, ответ неправильный. Папа не спасает своих детей, потому что он упал. Чтобы четко оценить ситуацию, ее нужно оценивать не выводами, которые ваш мозг дает, как на анализе, а тем, что четко вы можете доказать себе. Итак, согласны, что папа упал? Следующий вопрос, который прилетает, почему папа упал? Опять же, кто-то говорит, торопил. Нет, он упал, потому что скользко. Потому что подскользнулся. Почему скользко? Да потому что вода. Откуда вода? Потому что бассейн и лужа, ее видно. И самый главный вопрос, который потом я всегда всех спрашиваю. Ребята, а папа бассейн видел? Вот этот вопрос, на который я хочу от вас ответить. Папа, забегая вот на эту веранду, бассейн видел? Нет. И вот тут, и вот тут интересный момент. Папа бассейн не видел. Папа видел своих детей. Папа, вбегая на веранду, туннельное зрение, вон мои дети, и он их уже мысленно щупает, трогает, утешает, гладит. А ему еще надо пробежать вот эти пять шагов. И при этом, если вы заметили, он-то в бассейн бежит прямо на детей, и как бы у него ноги уходят. И поэтому из-под опорной ноги падает. Понимаем, нет? Он боковым зрением видит некоторое препятствие, но реально он его не видит и не осознает. Вот это понятно? И это самое сложное, самое тяжелое, в первой помощи. Нельзя ничего делать до тех пор, пока вы не вернули себе способность думать. Никто из людей не способен ничего думать и анализировать, когда он столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Смотрите, что происходит. То есть мы идем, ни о чем не подозреваем, бамс, нежданчик. Я иногда так просто рассказываю, представьте себе картинку, вот я иду по улице и вдруг вижу золотое колечко лежит. Ну, как это, как это, как это, счастье или как это, хоббит так еще. Моя прелесть, да, вот. И вот я такой иду, такой, золотое колечко, я делаю еще 3-4 шага. Мой, я могу соображать, да, 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 колечко-то. Я останавливаюсь. Причем, заметьте, я это колечко сфотографировал 4 шага назад. Но я продолжаю по инерции жить той жизнью, когда еще, ну, привязываемся к чрезвычайной ситуации, когда у меня еще все хорошо. Я еще воспринимаю мир, никогда уже случилась беда, а еще некоторые действия я делаю по инерции. И это зло, потому что очень часто выезжая там на те же спасы, ты едешь к одному пострадавшему, а их там уже четверо. Откуда остальных насосалось? А это те, кто спасать полезли. И это печально, и, увы, это неизбежно. Люди бросаются на помощь, оно туда заложено в спиной мозг. А бросаться категорически нельзя. Потому что, когда человек бросается на помощь, если его вот спросить, вот он бросился, ты его сразу, раз вот так за шкирку, ты что туда полез сейчас? Он не знает. Он реально не знает. Это была необходимость туда броситься. А зачем, с какой целью, что за этим последует? Нет никакого плана. Человек неосознанно это делает. Так сказать, на рефлексах. И вот эти на рефлексах, действия на рефлексах часто стоят жизни, ребята. Но вот эти полторы секунды вы себя выдергиваете из той ситуации, в которую уже вляпались. А когда вы себя выдернули из этой ситуации, вы имеете шанс на нее посмотреть, оценивая, чтобы понять, что там можно сделать? Если же вы сначала туда прыгнули, то там уже вас вертит этой ситуации и дальше повезло, не повезло. Разницу понимаем? Или не очень? Итак, стой. Слово стой обозначает стой. Это бездействие. Но есть понятие действия. Стой. Это команда стой. Разницу понимаем между стой, бездействием, слова, и стой, команда, которую необходимо выполнить. Так вот, слово стой, это команда. Нужно, когда что-то случилось, и вы что-то не понимаете, прежде чем дать шанс своему мозгу что-то подумать, сначала заорать себе и всем, кто рядом с вами, подсказчикам. Стой! Следующее наше действие какое будет? Вот пока мы... А? Сориентироваться. Где север, где юг, где запад? Оценка Уголос. Правильнее, ребята, всегда будет не так. Чем проще вы даете задачу своему мозгу, особенно если он у вас сейчас запудрен неожиданной ситуацией, тем проще вам искать ответы, правильно? И ваша задача искать опасность. То есть, примите, не надо осматриваться, говорят, надо осматриваться. Осматриваться мы подразумеваем найти красивую девушку, да? Ну, то есть, осматривать, что мы ищем-то? Так вот, надо четко себе ставить задачу. Мы ищем опасность. И опасность, раз что-то произошло, она есть. Либо извне, либо вон в нем, в пострадавшем. Она все равно есть. Раз уже что-то случилось. Так понятно? Важно ее найти. При этом, когда у нас есть опасность, что мы можем с ней сделать? Вот представляем себе картинку, что вы осмотрелись, то есть, все определили, и у вас есть опасность. Вот что мы можем сделать с опасностью? Ну, представляем себе, вот у нас вот сумка, из нее дым валит. Что можем делать? Убежать. Убежать, круто. Убежать, устранить, не уйти, устранить. И бывает еще экстренная эвакуация. Когда убегаем, кого-то с собой забираем. Принимать решение, будете вы звонить или будете решать вопрос сами, нужно сразу. Вот вы даете команду «Стой» и принимаете решение. Это фигня, я справлюсь. Или я не понимаю, значит вызывать. «Я попробую», значит вызывать. Ну, вот это понятно? Маленький вопрос, чтобы было, что я не гоню. То есть, кто-нибудь когда-нибудь на кухне хлебушек режу, чи пальчик себе чикал? Да. Было такое? В скорую кто звонил при этом? Почему не звонили? Кровь же текла, рана же есть. Потому что мозг понимает, да фигня какая, я сам с этим справлю. И все, нет проблем. Если же беда, то надо либо в трампунт, либо вызывать. Ну, понимаем, нет? Здесь такая же логика, грубо говоря, дым идет, потому что вот лежит окурок. Ну, вот я окурок бросил, и вот он лежит, дымит. Дым, дым. Будем вызывать? Почему? Как? Внимание, смотрите, дело все в том, что когда мозг понимает, я с этим справлюсь, он тут же знает, как вы это сделаете. А когда мозг говорит, о, окурок, я попробую, он не знает, как. Следовательно, должны приехать те, кто точно знает и умеет, как с этим справляться. А вы уже можете пробовать, ну, пытаясь оказаться героем. Суть, логика, понятно? Ну, и экстренная эвакуация. Что нужно знать про экстренную эвакуацию? Экстренная эвакуация, это всегда быстро. Экстренная эвакуация нас не интересует, вы спасаете живого или мертвого человека. Если этот человечек целенький, его нужно вытаскивать оттуда, где он точно помрет, туда, где ни вы, ни он не помрет. И вот, когда вы оказались в безопасной зоне, вот только тогда мы начинаем выяснять, что же это, и как с этим быть. Задача первой помощи, именно экстренной эвакуации, это быстро выдернуть из явной зоны угрозы. Так, понятно? Ну, и кто-нибудь из мужиков смелой, ловки, провинившейся, будешь? Погнали. Погнали, хорошо. Смотри, сейчас у тебя будет задачка, я одену только, у меня есть дежурная курточка, прилягу здесь чуть-чуть, и твоя задача меня будет спасти. Но, спасти так, опять же, чтобы было понятно, ребят, можно, конечно, таскать, но очень часто, когда мы тащим, то человечек цепляется за какие-то стулья, ветки, гвоздики, одна из печальных историй, на даче чувак помер, он спасал своего соседа, и тот штаниной зацепился, вы знаете, эти отбойники для дверей, ну, пенечек такой, и у него была завернута штанина, он зацепил, и вот вроде бы он уже, и так оба и остались. То есть, лучше, ребята, именно поднимать корпус, чтобы корпус вы несли, то, что ноги волокутся, это как бы не так сложно. И у меня будет просьба, я сейчас прилягу, я тебе даю команду, спасай, ты меня, поднимаешь, спина не болит, ну, пока. Отлично. Хорошо. Вот, поднимаешь, и вот куда-нибудь вот сюда, вот типа двигаемся, да? Единственный, очень важный момент, ты начинаешь меня спасать, когда я сказал, начали, и если я говорю, стоп, 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 все, хватит, пока, дай еще побуду, ладно? Хорошо. Окей. Начали. Вы живы? Почти. Спасибо, аплодисменты. Вот, смотрите, ребят, как только поползла одежда, какая бы, садись, спасибо, как только поползла одежда, какая бы она ни была, футболка, куртка, змейка, она всегда оказывается, ребят, вот здесь, и моментально пережимает, вот здесь артерии, то есть, это моментально, человечек у вас, никуда. Ну, давайте еще кого-нибудь мужика, здорового, кто хочет. Ну, ну, сценарий такой же, ну, постарайся, как бы, не задушить сразу. Сейчас, сейчас, подожди. Ага, начали. Музьку оставь, да? Достаточно. Сейчас, 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 да, и вот здесь, маленький, маленький момент, который, который все бы ничего, можно экспериментировать дальше, причем, даже те люди, кто знает, но помнит отголосками, но не доработал, не отфиксировал это в себя. Давай, я тебя приглашу, так, чтобы, пострадаешь на коврике, две секунды. Да, с радостью. Сейчас, подожди, я второй положу, потому что он, в шахматном порядке, здесь, пенка, ложись. Ребят, он не самый легкий, тем не менее, смотрите, что важно, человечек, если он потерял сознание, какой бы он супер не был спортсменистый, он становится желе. Расслабляются все мышцы, и я не сопротивлялся. Я просто расслабляюсь. И получается, вы меня берете, а оно выскальзывает. Нет рычага жесткости. И вот ваша задача, если нужно тащить такого человека, первое, это создать рычаг жесткости. Самое простое, это руки. То есть, становимся так, чтобы ноги были широко, как можно шире. И руки, смотрите, не поднимаем. Все, вот я его поднял, и что, многое добился. Поэтому, получается, движение, я его беру и вкручиваю вот таким вот образом. То есть, чтобы он сел. Потом я беру его локоть, важно, девчонки особенно, то есть, не за счет поясницы, а за счет ног. Мы его поднимаем. Остановись на ноги. И теперь, я на тебе покажу, что же мы делали, чтобы ребята могли попробовать. Сам по себе хват. Чего вы должны достичь? Я просто поставил руки. Смотрите, я беру две руки подмышки. И одноименная рука, то есть, правая, правая, левая, левая. То есть, я беру руку, прижимаю. И вот именно, вот эта рука держит. Вот он захват. Видим, кость вот эта заклинивается. Вот эта рука, она всего лишь тащит вот туда. То есть, чтобы рука не уходила вот так в сторону. То есть, ваша задача. Сейчас попарно делимся, вот так становимся. И тот, кто стоит впереди, аккуратно просаживайся на ногах. Просаживайся. Еще, еще, еще. Чтобы почувствовать, что вот подвисли. Но плавно делаем, чтобы вы почувствовали. Принято? Я вам предлагаю сейчас алгоритм оказания первой помощи. Опять же, если вот там посмотреть, help easy, да, вот здесь кусочек убегает. Ну, то есть, помощь это просто. Действия, которые необходимо творить, делать для того, чтобы спасать людей, элементарные. Самое главное, чтобы вы понимали, что делаете, что за этим последует. Алгоритм оказания первой помощи, он же универсальный алгоритм. Но, я их много разных видел. Это тот, который предлагаю вам я. Еще раз, это отменятина. Итак, сходу вы знаете, что прежде чем что-то подумать, нужно сначала заставить себя остановиться и понять, что я сейчас не умру. Понимаем, да? То есть, стой, пойми, что происходит, твой мозг сразу понимает, что он с этим может делать. Убегать или я имею какое-то воздействие на ситуацию. Итак, первое слово, это опасность. Слово стой, в принципе, вот если сравнить с компьютером, да, вот есть компьютер, клевый, крутой, но чтобы он что-то вам рассказал, его нужно включить. И только когда вы его включили, он загрузился, он вам способен быть полезен. Ну, за исключением гости забивать, да, можно не выключать. Так вот, стой, это включите голову, это кнопка включи себя сейчас в этой ситуации, которая нежданчик для тебя. Ну и дальше нужно ответить на три вопроса. Первый вопрос, опасность, есть или нет? Еще раз, да или нет? Если есть, любые из три этих действия приведут к тому, что вы будете вне зоны угрозы. Ну, понимаем, нет? Убежали, устранили, или вместе с пострадавшим убежали. Либо вы искали угрозу, и ее нет. Ну, нету ее. Вот, когда нет угрозы, вот только тогда нас интересует пострадавший как таковой. И первое, что мы выясняем о пострадавшем, это в сознании он или нет. Еще раз, сознание, да или нет? Спутанное, не спутанное нас не интересует. Да или нет? Скажите мне, пожалуйста, я в сознании? Почему вы так решили? Я не издеваюсь. Я спрашиваю, почему вы так решили? Круто. Так вот, внимание, все то, что ваш мозг вам говорит в чрезвычайной ситуации, это брехня. Вы можете верить только тому, чему вы нашли доказательства. То есть, человек в сознании, если вы способны себе сказать, потому что стоит, потому что говорит, потому что пальцем тыкает. Ну, понимаем, есть что-то, почему вы так решили. Там типа два пальца показали. Это не имеет значения. Ребят, вот руки поднимаются, это уже мышцы в тонусе, это доказательство. То есть, мышцы в тонусе, это доказательство того, что мышцы в сознании, то есть, он в сознании еще, он здесь. Он может с вами не беседовать. То есть, прям слишком глубоко там спрашивать, как тебя зовут, это опять же, это лирика, не надо. Это все потом, потом и потом. Итак, сознание, да или нет? То есть, я для себя, да. А если человек, например, контузия? Это без разницы. Если он без сознания, он без сознания. Если он сидит и что-то буровит, это он в сознании. То есть, вот любое сознание, либо да, либо нет. Если сознание есть, опять же, самый простой способ, как выяснить, в сознании человек или нет. Окликнуть, спросить, там, э, что там ты, или кто ты. Если в ответ хоть что-то прозвучало, это стопудово он живой. Согласны? Если там тишина, то надо подойти и проверить, он в сознании или нет. Понятие проверить в сознании или нет. Наша задача не привести человека в чувство. Это зло. Наша задача убедиться, что он не спит. Если вы обращали внимание, как вас дома будут ваши родные, или когда вы друг друга или детей своих будете, то оказывается, что вы их не трясете, и не хлещете, и не бьете. Подошли, э, ау, просыпайся, иногда слов достаточно, чтобы человечек начал реагировать, открывать глаза или шевелиться. Вот то же самое по отношению к пострадавшим. Наша задача убедиться, спит он или нет. Итак, если сознание есть, мы с ним разговариваем, увы, нет времени прям всю картинку рассказывать. Если мы, он нам не откликается, мы для себя принимаем решение, он без сознания. Если он без сознания, вам нужны помощники, вам нужны свидетели. Везде напичкана камер. Поднимайте руку, поднимай мне руки обе, и кричите, люди, помогите, и лучше кричать, моему другу или моей подруге плохо. Когда вы кричите, люди, помогите, человеку плохо, народ боится, он уходит. Ну, народ неграмотный, боится реально. Когда вы кричите, люди, помогите, моему другу плохо, народ идет не к нему на помощь. Народ идет к вам на помощь, им легче прийти к вам на помощь. А вам этот помощник, иди звони, иди встретить скорую, ну то есть есть чем занять. Ну и вдвоем комфортнее, когда вас несколько. Просто прохожих зовем. Ну и выясняем, живой человек или нет. Живой или нет. Первая помощь, признак дыхания. Дышит человек, значит живой. Не дышит, значит не живой. Если человек дышит, его нужно положить в ББП, это безопасное боковое положение. Где-то говорят, это безопасно-стабильное положение. Короче, все знают, повернуть его надо на бок. И обязательно вызывать. То есть вот здесь вызывать обязательно. Если он не дышит, начинаем сердечно-легочную реанимацию. Но имеет смысл сердечно-легочная реанимация только тогда, когда сюда едут реаниматологи. Когда сюда едет дефибриллятор. Во всех остальных случаях, в общем-то, ваши действия не имеют шанса на успех. Вот и весь алгоритм. То есть невозможно запустить себя? Невозможно запустить сердце. Еще раз, невозможно запустить сердце. Вот и весь механизм, вернее, весь алгоритм оказания первой помощи. При этом, ребят, алгоритм мы всегда делаем, начиная с пункта 1, 2, 3, 4. Если что-то пошло не так, мы всегда возвращаемся к пункту 1. Ребята, только так и никак иначе. Этих пунктов всего три. Вариантов у этих пунктов. Либо да, либо нет. Но начинается все. Включи мозги. Если вы не включили мозги, вы точно будете делать неправильно. Если вы, прежде чем оценить ситуацию, уже поняли, что это, это значит, вы себя обманули. Ну, понимаем, нет? Потому что ваш мозг, он работает шаблонами, а у вас нет в прошлом опыте вот этой чрезвычайной ситуации. У вас могут быть сотни похожих ситуаций, а вот этой не было никогда. И поэтому вот эту ситуацию решать опытом прошлым категорически нельзя. Есть у нас несколько минут, которые еще вот хотелось бы потратить с пользой. И я вам, наверное, быстро попробую показать свою аптечку. Надеюсь. Опять же, это будет быстро, ребят, вы уж извиняете. Это автомобильная или... Нет, это моя гидовская аптечка. Которая прямо в рюкзаке лежит. Да. Это аптечка, с которой я хожу с клиентами в город. Каждая аптечка, принцип собирания аптечки, он всегда строится по тому, что каждая аптечка строится по цели и задаче. Сходу сразу жгут турникет, и все должно быть обязательно в непромокаемом чехле. Если речь идет про автомобильную аптечку, настоятельно рекомендую. Держите эти аптечки в пластмассовых коробках. Неважно, Икея там, и черт-то еще. Ребят, не бывает так, чтобы случилась беда на дороге и было чисто и сухо. Сумочку там за 8 тысяч рублей вы вот так положите в мазут и в чужую кровь. Ну и с ней можно распроститься. Пластмассовую коробку поставим. Понятно, не? При этом, это моя гидовская аптечка. Вот эти телепушки, они специально телепаются, чтобы я мог их вынуть и пихнуть себе за пазуху в карманы. Это что? Нет, это ампула. Просто аптечку я за пазухой не понесу. Если я буду нести в клапане при минус 30 ампулы, то вряд ли они мне как-то помогут. В аптечке в обязательном порядке. Сходу открываем аптечку. Пачка перчаток. Обычно я открываю, у меня вот здесь еще валяются перчатки, которые прям сразу. Но при этом, смотрите, вот маленький момент. Вот я достал аптечку, у меня из нее ничего никуда не улетело. Если вы открыли аптечку, и у вас ветром все раздуло, все, вы остались без ничего. То есть, все должно быть упаковано. По тому, что должно быть. Должно быть 5, 6, 8 пар перчаток. Вот я вот в такой пакетик обычные перчатки укладываю, воздух выдавливаю, они занимают чуть-чуть места. Женские прокладки. В обязательном порядке. 4-5 штучек. Ребята, основная ценность женской прокладки, это не впитывать кровь. Это сделать так, чтобы... Гемостатика? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Все банальнее и просто, чтобы кровь не присохла к этой тряпочке. И не надо было потом это отдирать по-живому. Не приклеивается к ранее. То есть, вы взяли на рам, только мужики, и одну салфеточку вот такую нужно вскрыть и изучить. Она там имеет две стороны медали, так вот, не путаем. Рану, вот эта вот хрень, она вот такого размера, ребят. Такую дырку на теле найти, ну, получить, это уже подвиг. То есть, чаще всего ранки намного меньше. Так вот, вот этой штукой накрываем эту ранку, забинтовываем. Потом, когда надо перевязываться, разбинтовали, она отклеилась. Суть понятна? И заметьте, она каждая в отдельной упаковочке. Маленькая, тонкая, очень удобная. Прям супер. Вот, про пластыри я не сильно буду рассказывать. Ножницы. Ребят, ножницы только бандажные или санитарные. То есть, вот здесь должна быть пяточка, это важно. Когда вы режете одежду, чтобы вы не драли шкуру. И вот здесь пилочка. Режет кожу. То есть, реально джинсы по швам режет за счет вот этой вот такой зазубринки. Обычные ножницы этого не делают. Маркер, перманентный, простой карандаш в обязательном порядке. Я с собой таскаю зубочистку, я без них не могу. Я с собой таскаю. Клещедергалки покупаются в магазинах ветеринарных, в аптеках их нет. Ну, почему-то животных любят больше, чем людей. Я уже вам говорил сегодня. Ну, пластыри, все такое, это тоже перчатки. С этим набором понятно, значит. Здесь, опять же, это гидерская моя аптечка. Шприцы, которые я с собой таскаю. Заметьте, они каждый в своей упаковочке, плюс в полиэтиленовой плотной упаковке. Вот в таком виде внутренняя упаковочка шприцов не рвется. А так они перетираются, если их просто так таскать. Так, ну, это препараты я вам пока не буду рассказывать. Шприцы просто так. Гель противожоговый обязательно. Салфетки, бинты. Бинты универсальные. Сильно настоятельно рекомендую. Где-то 100 рублей стоит вот такой бинтик, ребята. Он эластичный и он обычный. Он, ну, сейчас нет времени показать вам. Короче, вот Белла, рекомендую. Это то же самое, что Хартман, только дешевле. То есть, вот это эластичный бинт. Вот такой эластичный бинт с собой толсткать не будете. А вот этим можно подфиксироваться. Из странностей, вот такой фонарик, ребята. Дважды у меня была история. Один раз на чердаке, один раз в гроте. Когда белый день, я забежал туда, чтобы помогать. И был удивлен. И после этого я встал вот в аптечке. Вот такой фонарик у меня здесь живет. Мы понимаем, нет, о чем я? А химический свет? А? Ребята, дело все в том, что днем вы с фонарями... Еще днем вы химический свет с собой не носите. Днем вы не носите с собой фонарь. Ночью, когда вы куда-то идете в темноту, вы озадачитесь и химическим светом, и фонарями. Ну, понимаешь? А вот днем я схватил аптеку, на чердак забежал, ну, там чувак на гвоздики нанизался, то есть, и... Я имею в виду, аналог как у вас... Лучше фонарик. Да, я его на лоб повесил, и счастье, и он надолго. Когда нужно таскать таблеточки, я их всегда таскаю, ребят, в коробочках. Потому что тогда они не разбегаются, не выдавливаются. И бывают таблеточки, которые мне не сильно нужны. Ну, я их иногда заклеиваю скотчем, ну, нужно понять, их потом плохо выковыривать, то есть. И обязательно пластырь 2,5-3 сантиметра, который рулонный, потому что он очень часто нужен. Ну, опять же, вот история. Чувак вылил себе кипяток на спину, вот, надо было одевать рюкзак. Вот эти женские прокладки разложил ему вот так на спине, пластырем зафиксировал, и нормально, два дня, чувак, все хорошо, ничего там, печали не случилось, спустились. Так, здесь у меня в обязательном порядке одеяло спасателей. Я вам его покажу. Вот такое. Минус его в том, что вот если его достать, то оно больше таким не станет, оно одноразовое. Вот. Ну, я с собой таскаю еще целокс в двух вариантах, то есть это то, что стоит дорого. Да, гемостатик. Целокс бинт, он промокает в водной среде, то есть он не надо или дополнительно? Ребят, нет, дополнительно не надо. Если он не вскрыт, он нормально загерметизирует. Даже если воду... Не проблема. Он запакован изначально и герметично. Вот. Аптечка, ребят, стоит нормальная аптечка, нормальных, к сожалению, денег. Ну, да, вот еще у меня там салфетки, маска для ИВЛ, такая одноразовая, то есть моя личная. А целокс бинт или... Я таскаю и порошок, и бинт. Вот, значит, Ребят, не бывает аптечек, которые хорошие. Аптечку нужно укомплектовывать под целью задачи. Вот задача вот этой аптеки у меня, с которой я иду в горы. У меня один пострадавший должен выжить сутки. Еще раз, сутки. За это время либо здесь спасатели с вертолетом, либо врачи с полной какой-то большой аптекой. То есть вот... Как-то так. То есть цель... Цель и лекарство это для пострадавшего? Я, скажем так, скажу честно, это в первую очередь для пострадавшего. Во вторую, для меня. Но статья 39 мне иногда позволяет делать те вещи, на которые, в общем-то, я имею дать шанс серьезное объяснение. Для кого-то было что-то яркое сегодня из того, что я вам рассказал. Ну так вот, что-нибудь, что-то. Ну вот, я имею в виду подход другой. Я был на курсе доброчебной, первой помощи. То есть подход именно с той стороны, что проще алгоритм. Окей, принято. Еще кто-то? Ну, что-то было? Мне понравилась четкость алгоритма и, ну, наверное, все до упрощенной, до простоты абсолютно. Спасибо. Да, на самом деле, чем проще... Ребят, понимаете, почему я это... Вот это все то, что там все говорят, там я много говорю, проектов всяких знаю. Ребят, при чрезвычайной ситуации вариативность не работает. мозг не может анализировать так, чтобы реально что-то из сложного выбирать, что можно сделать. Ну, то есть, вот, не работает. Поэтому, чем проще, тем больше шансов. Еще кто-то что-то? Для вас было что-то? Да. Я вообще первый раз. Ну, первый раз. Что-то было такое вот, что... Как брать мужа? Сон, что-то... Ес! И это круто! И это правильно. Так. Похлопайте девушкам, ребят. На самом деле, им было тяжело, но они молодцы, и это круто. Еще кто-то что-то. Да. Почему вы с собой носите шины для иммобилизации? Я с собой не ношу шины, я всегда с собой в горах ношу коврик. Пенополиуретановый коврик позволяет зашинировать в разы лучше, качественнее и всегда, всегда, куда бы вы не шли гулять на какие-то горные прогулки, должно быть два коврика. На один вы посадили пострадавшего, чтобы ждать вертолет, спасателей или организовать ночевку. А вторым вы можете его зашинировать. При этом, когда вам надо будет ночевать, а спасы превращаются из веселой прогулки в трое суток приключений. Легко. Если у вас только голые камни и гортекс, то вы трупы. И тому примеру я могу тоже перечислять. Ну, то есть, универсальность. А вот здесь другая история, потому что у утопленников другая проблема. У утопленников, вот кто-то тут говорил, клиническая смерть и биологическая смерть. Так вот, если вспоминать школу, разница от момента, когда человек перестал дышать до момента, когда наступила клиническая смерть, то есть, сердце из рабочего свалилось в состояние фибрилляции, называется клиническая смерть, проходит в среднем 4 минуты. Если вы человечка выловили из воды, а эти 4 минуты еще не прошло, и у него сердце еще не вот такое, а вот такое, вы начали делать реанимацию, вы убрали из воды, из легких воду, альвеолы начали, ну, то есть, в альвеолах начался газообмен, сердце еще работало, человек при вас тут же задышал. У него нет проблем с сердцем. А если же ты не успели, да, и уже сердце вот из вот этого, прошло 4 минуты, и оно свалилось вот в это состояние, ну, фибрилляция так называемая, ты хоть обреанимируйся. Без дефибриллятора не работает. И так, чтобы кто-то понимал, что делает дефибриллятор, в принципе, с сердцем? Он его останавливает. Он его останавливает. Это равносильно. Завис компьютер. Его не надо в помойку выбрасывать. Его нужно перезагрузить. Вот так же с сердцем. Господа, у нас закончилось время. Я искренне хочу вам сказать спасибо за то, что вы здесь. Я вот сегодня начинал с того, что, ну, спрашиваю, мне реально всегда интересно, почему же люди приходят на лекции, на курсы? Ну, то есть, зачем? Ну, мотивация, да? И меня всегда радует, когда люди приходят. Ребят, действительно, искренне спасибо вам, потому что вы сюда пришли тратить свое время, чтобы научиться спасать других. Народ, это ваша гражданская позиция. Может, даже об этом не догадываетесь. Спасибо вам за это. Правда? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...